Больше о ходе этой войны мы поговорим сейчас с Михаилом Притулой, военный эксперт, полковник запаса СБУ, присоединяется к нашему эфиру. Михаил, здравствуйте, спасибо, что нашли время. Добрый вечер. Добрый вечер. Михаил, мы начнем с цитаты из последнего интервью Валерия Залужного о том, что вооруженные силы Украины готовят новую операцию, но пока вы ее не видите, сказал главнокомандующий. Возможно, военным экспертам уже видны ее очертания. Военные эксперты никогда не будут рассказывать о том, что делают на самом деле вооруженные силы Украины, потому что мы для этого и эксперты, чтобы молчать в данном случае. Мы можем говорить о каких-то вещах, которые стали уже известны в том или ином виде, а то, что мы видим, ну, косвенные причины, ну, знаете, зачем подсказывать противнику то, что на самом деле происходит, то, что с ними будут делать. Потому что идет война, идет война противостояния, и это противостояние не одного дня. Оно еще идет, как опять же сказали вот в предыдущем ролике, Россия накапливает ресурсы для еще одной попытки. Вот, видимо, что Путин, ну, как бы пообещал своим элитам, что вот все-таки, все-таки что-то получится, и все выйдет. И ему дают, ну, скажем так прямо, это последний шанс Путина. Ему оправдаться перед своими элитами, куда он их завел вместе, всей России, в указанное место. И вот сейчас идет именно такое противостояние между Путиным и его элитами, боярами, скажем так, да, и с одной стороны, и с другой стороны, между вооруженными силами России и сбойными силами Украины. И это противостояние, оно имеет поле боя не только вот на Донбассе или там Херсонской, Запорожской области. Это поле боя достаточно обширно. Это и вся территория России, это и другие страны, например, Иран, Сирия. То есть это очень глобальная вещь на самом деле. Это глобальная война, куда затянул Путин свою страну. И вопросы решаются, как эта война будет идти, не только, как мы видим, не только в Украине и не только в Москве. А прежде всего в других странах тоже. Потому что Россия потеряла свой основной вид вооружений, которыми она рассчитывала захватить Украину за несколько дней. И тот потенциал, который она собирала к 24 февраля прошлого года, она готовила год. Соответственно, примерно год она готовит, уже подходит это время, когда она готовит еще один ударный кулак, чтобы еще раз попытаться нанести удар. И вот, исходя из того, что перелом в войне будет после разгрома вот этого последнего и последней попытки, последнего боя Путина, вот к этому бою Путина сейчас все готовятся. В том числе и вооруженные силы Украины планируют свои действия с учетом того, что Путин готовит ударный кулак для нанесения ударов в Украине. И, как сегодня сказали уже наши руководители, скорее всего, что этот удар будет с севера. И вот тут возникает вопрос, а зачем нам патриоты, зачем нам эти ракеты? Какое они будут иметь значение на поле боя? Будут ли они вообще иметь какое-либо значение в тактическом бою? Очевидно, что нет, они не будут применяться, эти системы ПВО для переднего края. Это вообще не эти системы, они не для того существуют. Вот, потому что это системы для защиты от баллистических ракет и баллистическими ракетами, которых у Путина не так много, во-первых. А во-вторых, он пытается достать там баллистические ракеты из Ирана. То для защиты от этих ракет нужны патриоты. Вот только для этого. Для всего остального у нас небо, в принципе, уже закрыто, избивается с большой, ну, с очень высокой вероятностью. Все, что летит сюда. Вот. Далее, что происходит? Наши ракеты, вот которые у нас уже на сегодня есть в системе ПВО, они достаточно эффективны практически против всех видов воздушных целей, которые есть у россиян на сегодня. И небо практически закрыто, то есть сбивается там не только 76%, но некоторых видов там до 100%. То есть шахи долетят, их в последний раз сбили все. А вот патриоты нужны для защиты от баллистических ракет, которыми будут атаковаться особо важные объекты. И вот для этого нужны и патриоты. То есть нет смысла использовать, скажем так, патриоты для защиты переднего края, потому что, ну, никто не будет стрелять баллистическими ракетами по переднему краю. По переднему краю будут стрелять там смерчами, ураганами, будут стрелять градами, ствольной артиллерии, всем чем угодно. Но только не баллистическими ракетами, не выгодно. Вот. А баллистическими ракетами будут стрелять по большим городам, по энергетическим объектам. Соответственно, для их прикрытия нужны патриоты. И это будет обеспечивать стойкость государства в целом, всего народа, всей экономики, всей страны. Вот поэтому нам нужны патриоты и нужны прямо сейчас. Если сейчас решение принимается в патриотах, то скорее всего, как экспертам скажу, что месяца три, как уже готовятся эти специалисты, наши специалисты, которые будут обслуживать эти ракеты. Потому что просто так системами противовоздушной обороны пользоваться, вот сегодня их поставили и уже наши начали ими пользоваться, так не бывает. Это невозможно. Потому что там слишком много различных таблиц, которые нужно учитывать при работе этих систем. Даже таких систем, как гепарды, то нужны специально обученные специалисты, тем более для патриотов. Михаил, да, продолжайте. Извините, да. Вот все это в комплексе, когда мы рассматриваем, вот тогда мы можем говорить о том, будет ли наступление, например, на каком-то участке фронта. Ну, я думаю, что да, будет, если заложено об этом говорить, то я уже могу, имею право об этом говорить. Вот, да, что-то будет. Да, мы не видим того, что готовят вооруженные силы Украины. Скорее всего, готовят даже не на одном направлении, скорее всего, что готовят и на севере Луганской области, скорее всего, что готовят наступление и на юге Запорожской области, то есть направлении. В Меритополе, Мариуполе. Более того, я более чем уверен, что ведется работа уже и в Крыму, и на юге Запорожской области. То есть, если мы чего-то не видим, это не значит, что его нет. Ну, как говорится, не видим и хорошо. Пускай для оккупантов сюрпризом будет, правильно? Да, и зачем об этом говорить? Это дело военных, да? К счастью любит тишину, да? Можно это перефразировать, что контрнаступление... Очень правильная фраза в данном случае. Давайте вот тише. Если чего-то нет, это не значит, что его нет. Работа ведет. Михаил, смотрите, долгое время на все вопросы о наступлении со стороны Беларуси к военным экспертам, плюс военные говорили, что нет, пока что не предвидится, не видно и так далее. Сейчас эта тема опять остро встала, и уже говорят о том, что это возможно. И это в своем же интервью опять-таки заложено, да, об этом сказал, что наступление на Киев вполне возможно, и Алексей Резников, вот сейчас видели его интервью, министр обороны Украины, тоже заявил. Что поменялось? Почему об этом заговорили как о возможном, когда еще вот буквально пару недель назад говорили о том, что этого, ну, пока что не предвидится? Я об этом говорил еще два месяца назад, и, наверное, единственный из экспертов, который прямо говорил, что это будет. Потому что различная методика анализа. Я рассматриваю коридоры возможностей, те коридоры, в которых находится Путин, и очевидно, что вот знаете, как там крыса в каком-то лабиринте, то точно так же и объект, который мы рассматриваем, он будет искать какие-то ходы. И вот, глядя на этот весь лабиринт, в котором он находится, можно предположить, какой ход он будет сделать. Вот ход, прямо наступление на Киев, я думаю, что вряд ли. Вот вряд ли. Потому что он понимает, что система защиты и обороны Киева очень сильна, очень мощная, будет усилена, тем более, патриотами. Сейчас система ПБУ уже сильна, и плюс усиление, это как бы не даст никаких шансов авиации. Поражать цели в Киеве будет невозможно. Я думаю, что он будет искать путь, пробиться к большим запасам оружия в ПМР, использовать вот эту цепочку, то есть объектов, то есть Пренестровская Молдавская Республика, оккупированная часть Молдавии. И далее, как вариант, через Умань перерезать трассу Одесса. Они будут делать удар или по линии Коростень, Житомир, Бердичев, Калиновка, Винница, Крыжополь и ПМР. Или чуть-чуть восточнее от этой линии, там вообще нет у нас никаких больших населенных пунктов, то есть будут стараться идти по трассу. То есть вот они будут готовить удар, скорее всего, по этой линии, это более логично, для того, чтобы отсечь от поставок западной помощи восточную часть Украины. Вот этот удар, скорее всего, они планируют. Ну, так как уже вооруженные силы Украины говорят об этом, о том, что они планируют это, что они готовят плацдарм в Белоруссии, то ну что, я могу лишь посочувствовать тем мобикам, которых бросят туда, привезут в эшелонах, в скотовозках, в этих товарных вагонах, выгрузят, дадут в руки какое-то оружие старое и скажут вперед. Ну, такая их судьба, печальная судьба. Ну да, их судьба с ценой своей жизни истощать вооруженные силы Украины. Ну, кстати, может же так случиться, как вы считаете, что вот до начала этого вторжения войско вот это в 200 тысяч, оно может сильно поредеть, говорят, они слишком много курят в неположенных местах. Ну, поредеет, скорее всего, не войско, потому что это войско еще не начали даже отмобилизовывать в большом объеме. То есть, есть этапы, этапы подготовки войск к боевым действиям. Первый этап – это подготовить организационное ядро, мобилизационное ядро. Они сейчас готовят плацдарм и готовят мобилизационное ядро. То есть, они взяли какую-то часть мобиков, бросили их заткнуть дырки на фронте, а половину мобиков они взяли и сейчас готовят из них полноценное ядро. Потом они эту более ценную часть насытят свежеотмобилизованным мясом. Это свежемобилизованное мясо бросят другой неподготовленных, а сзади в них будут идти уже более подготовленные части. То есть, это не то, что не обсуждается, это как бы очевидная вещь. И это говорит о том, что следует ожидать усиления мобилизации, которая в России не прекращалась. После новогодних праздников, где-то там, когда они выйдут из запоя новогоднего, они начнут в большом количестве получать повестки. А учитывая, что сейчас буквально в первом чтении Дума приняла новый закон, то я думаю, что у них будет ситуация выглядеть таким образом, что они повестки будут получать через мессенджеры в WhatsApp, в ВКонтакте, в Вайбере, в Телеграме, получил повесточку, засветилась лампочка, что получил повестку. Дальше, там у них госуслуги называется такой формат. Далее идет, если не пришел, начинает привлекать уголовную ответственность, уже прямо заочно тоже по электронной форме. То есть, вот это все у них сейчас ожидает, буквально они к этому готовятся, и это все будет после новогодних праздников в России. Поэтому вот эта часть, она еще не отмобилизована, по ней никто стрелять не будет, потому что пока они разбросаны, они еще не собраны в кучу. Но есть цели, которые важны и которые могут быть, скажем так, стратегически. Видно, что они уничтожаются, причем вот такие совпадения, я не верю в такие совпадения. Например, загорелся институт в Иране, который делал топливо для иранских баллистических ракет, которые должны были быть поставлены в России. Ну, как бы вот такая ситуация три дня назад. А сегодня утром вдруг произошел взрыв на нефтеберабатывающем заводе в Ангарске, который поставлял там прямогонный бензин на рядом стоящий, крупнейший, подчеркиваю, крупнейший комбинат полимерных продуктов. То есть это комбинат, который делал ракетное топливо, топливное, это в основном это ракетное топливо, твердотопливных, для твердотопливных ракетных двигателей. Вот, и вот этот НПЗ, он давал сырье прежде всего для этой цепочки, для производства ракетных топливов. Вот, понимаете, два таких события, которые бьют в корне по ракетостроению России и обеспечению баллистическими ракетами, я в такие события, ну, случайности просто не верю. Ну, так вот бывает. Вот на это все мы можем обратить внимание, что уничтожается сама основа того, чтобы Россия могла наносить удары и угрожать своим соседям, и не только Украине, потому что Россия угрожает многим странам мира. Кто наносит эти удары? Ну, я, честно говоря, могу предполагать, что сейчас работают над Россией все разведки мира. Я могу предполагать, что никто не сидит сложа руки, потому что слишком опасной стала Россия для всех стран, посчитывая то, что особенно, например, в Германии был раскрыт заговор с целью убийства, в том числе, Шольца, убийства многих членов Бундестага. То вот все это, когда мы смотрим в комплексе, то вот эта война, она очень большая на самом деле. И сейчас уничтожаются цели, которые самые важные. Это системы логистики доракетных систем, доракетных комплексов. Это носители. Мы видим, например, то, что было в Энгельсе 5 декабря, или когда там прилетели ракеты в Энгельс, на аэродром. Вот, повредили один самолет, а потом все остальные самолеты, которые были рабочие, которые ценные, которые стояли не для антуража, а реально целые, целых 10 самолетов стратегических, поднялись с аэродрома Энгельс, улетели на другой аэродром. Поймите, что остальные 20 самолетов, которые там стояли, они уже не работоспособны. То есть они несколько лет, десятки лет стояли просто так, для картинки. А рабочих самолетов в России оказалось всего 10. И плюс еще какие-то самолеты стояли под разрезанью, но это другой тип самолетов, они не настолько оснащены для нанесения стратегических ударов, которые Ту-22М3. Вот такие ситуации. То есть вот это главные цели. Есть еще цели, которые, допустим, касаются всех мест, где Россия держит свои ядерные боеголовки. Я думаю, что есть ядерные боеголовки на кораблях российских, которые пытались попасть в Черное море, и которых не пропустили через Босфор и Дарданелл, и которые сейчас болтаются где-то в Средиземном море, вместе с калибрами, вместе с, видимо, ядерными боевыми частями к ним. Есть еще какая-то часть, там стоит на боевом дежурстве за Уралом, есть подводные лодки. Вот это все есть первоочередные цели для тех стран, которым Россия угрожает. Никто же не слышал, чтобы кто-то угрожал России. Никто туда не пойдет в Россию, потому что она никому не нужна. А Россия угрожает почему-то всем. Вот такая ситуация, что Украине для того, чтобы выстоять, нужно как бы брать удары на себя и самой решать эти проблемы, самой запускать дроны по самым дальним объектам, по очень дальним объектам, доставать стратегические объекты, доставать бомбардировщики, и готовиться к тому, что вот Россия готовит наступление где-то в конце января, феврале месяца. К этому всему идет. Михаил, в интервью The Economist президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин не сможет выиграть войну. Поэтому чем быстрее российский диктатор это признает, заберет войска из Украины, тем дольше проживет и он сам, и его окружение. Далее цитата. Если Путин сейчас отойдет на границе 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Только он может это сделать. Как вы считаете, когда Путин окончательно осознает, что проиграл, и начнет думать о том, как спасти свою жизнь, или он до последнего будет тащить за собой на тот свет Россию и Россия? Во-первых, Зеленский абсолютно прав, что если бы Путин сейчас остановился, это продлило бы его жизнь. Как он может это сделать? Во-первых, ему нужно запустить в зад, то есть запустить в обратную сторону свою систему пропаганды и объяснить россиянам, что вот некоторые бояре и генералы найти врагов народа, которые вмешали вместо него, вмешали Россию в эту глобальную авантюру, никому не нужную, и дать задний ход. Вот это первое, что должен был бы сделать Путин для того, чтобы остановить эту войну. После этого под фанфары торжественно отвезти войска, сказать, вот враги народа наказаны, это все Гиркин виноват и так далее. Это Шойгу виноват. Шойгу показательно посадят на пожизненное, к примеру. Ну, будет жить пожизненно где-то на своей даче в Австралии, например, или в Аргентине. И таким образом Путин мог бы свернуть эту всю компанию, проведя там соответствующие операции по обеспечению своей жизнедеятельности дальше. Но мы видим, что он делает прямо противоположные вещи. Он тупо продолжает собирать ударный кулак, он тупо продолжает готовиться к тому, чтобы как-то выиграть эту войну, чтобы доказать всем, что он не дурак. И, ну, соответствующий будет результат. То есть его группировка будет разбита, это будет уже его окончательное военно-политическое поражение. Ну, соответствующему этому всему смещению с власти придет другая команда к власти, может быть, это будет даже пригожен, еще кто-нибудь, неважно, как его зовут. Вот. И этот человек будет уже, там будут новые системы власти, будут уже выдавать военных преступников ГАГСКОМ трибуналу. То есть это будет где-то вот так происходить все. Но это будет, даже не в следующем году, это будет через год-два, вот это будут процессы такие. Но Путин, если бы сейчас запустил вот эти процессы, правильные процессы, они будут зависеть исключительно от пропаганды. Чисто с точки зрения сохранения своей личной жизни и личной власти его окружения, то это было бы для него наиболее эффективной стратегией выхода из этого кризиса. Потому что он бы сохранил целостность России, в противном случае он ее не сможет сохранить. Вот. Он сохранил бы преемственность власти, к власти бы пришел бы какой-нибудь его преемник потом и обеспечил бы ему как бы гарантии его неприкосновенности. То есть вот все то, что предложение, то предложение, которое сделал Зеленский, Путин, по сути это предложение, от которого умный человек не может отказаться. Но, как бы мы знаем, с кем мы имеем дело, к сожалению, хотя вот то, что предложил Владимир Зеленский и то, что вы в итоге описали, как можно это в жизнь воплотить, это, конечно, для них было бы идеально. Да, ну и судя по всему, вы правы, когда говорите, что ближайшее окружение Путина дало ему последний шанс и, скорее всего, конечно же, и этот шанс он профукает, скажем так. Спасибо вам огромное за этот разговор. Михаил Притулова, военный эксперт, полковник запаса СБУ, отвечал на наши вопросы.